Июль в России бьет рекорды по жаре. Температура порой колеблется от 30 до 40 градусов по Цельсию на юге и северо-западе, в Приволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Первая июльская неделя в центральной части страны и в столичном регионе оказалась самой горячей за вековую историю наблюдений. А для железнодорожников на многих полигонах эти дни жаркие по-особенному. Такую сильную жару страдают не только люди, но и техника, и инфраструктура. Машины могут перегреться, для контактной сети это увеличение нагрузки, металл под солнцем раскаляется, расширяется. И несмотря на довольно большой запас прочности, полотно может деформироваться. Произойдет, как это называют железнодорожники, выброс рельсов. Если человек защищается от жары понятными способами, светлая одежда, головной убор, ну и побольше воды, то как защитить инфраструктуру? Что делают железнодорожники, чтобы обеспечить безопасность перевозок? В условиях установившейся жары, аномальной погоды для нашей полосы сейчас особое внимание уделяется состоянию железнодорожной инфраструктуры. Сейчас увеличилось количество осмотров пути, скажем так, все силы брошены на то, чтобы контролировать состояние железнодорожных путей и контактной сети. В день проводится, только пешими осмотрами проводится, до 10 тысяч километров. При том, что протяженность главных путей на московской железной дороге это чуть больше 13 тысяч. Это огромный объем работы получается? Как машинисты себя ведут? Есть ли какие-то правила для них особые в такую жару? Может быть, не знаю, скорость снижают? Сейчас в настоящее время у нас для них проводятся дополнительные инструктажи, на которых инструктируют локомотивные бригады, как необходимо вести поезд в жару. В случае, если путейцами выявлены какие-то недочеты, приказ отдают уже поездой диспетчер на то, чтобы машинист снижал скорость. Возможно, и такой же участок просто закрывается для движения поездов на период проведения необходимых работ. Температура воздуха в столичном регионе до 35 градусов, а рельсы нагреваются до 45-50. За их состоянием внимательно следят. На дорогах сформированы так называемые летучие бригады, которые могут прибыть к необходимому отрезку пути очень оперативно. Жарко вообще вам? Как вы работаете в такой жару? Да, сейчас такой пик температур, июль месяц. Мы к нему готовы. Основная, конечно, наша задача – это безопасность движения поездов и своевременное выявление неисправности для того, чтобы своевременно убрать, устранить эту неисправность, чтобы поезда могли ехать с установленными скоростями. 50 минут на производство работ, 10 минут отдыха. В связи с жарой тоже принимаем решение прийти в табельное помещение, либо пункт обогрева, чтобы освежиться и попить воды. Факторы серьезных температурных колебаний учитывают при строительстве железных дорог. Например, в тех регионах, где может быть сильная жара, применяют технологию укладки рельсов с температурными зазорами на стыках. Сталь расширяется за счет этого зазора, и рельс не сгибается, не выбрасывается. Но есть и так называемый бархатный, бестыковой путь. Его относят к температурно-напряженному типу. Даже в период большой жары длинные сваренные плети в 550-800 метров остаются на месте благодаря, собственно, своей длине и надежным креплениям. А железнодорожники контролируют механическое напряжение полотна и снимают его в случае необходимости. Бархатный путь рассчитан на колебания температур в течение года от 115 до 140 градусов. При этом на концах плети все равно есть зазоры для компенсации возможной температурной деформации и пара обычных коротких рельсов.